Друзья, продолжаем играть в Warhammer 1.6 Мод на Medieval 2 Total War И у нас сегодня, вроде как, последняя серия Конечно, могу еще ошибаться, она будет не последней Вдруг у нас там окажется, что мы какой-то город упустили Ну, вроде бы, такого не должно быть Так, сразу я взял, вроде как, последний нужный нам город Альдорф в осаду Который в прошлой серии стал мятежной И войск здесь значительно уменьшилось Хотя, конечно, тут он, видим, что еще целых пять пушек Какие-то там золотые мечники, всякое другое говно Тут пришли какие-то парнишки на халяву рассчитывать Но нам главное один ход продержаться Наша армия основная, она на подходе Вот она, нам ей только высадится И все будет пучком Ну, Гену отсюда можно взять А вот, показывает ход, потому что, когда взял в осаду В Альдорфа выскочила историческая справка И, конечно, хотелось бы с ней ознакомиться Чтобы и я знал, и вы знали Итак, Альдорф, столица империи Со времен вашествия на престол Вильгейма Третьего, резиденция нынешнего императора Помимо этого, город является и сердцем культа Сигмара Ибо именно здесь расположен величественный кафедральный собор В честь покровителя страны боговоина Сигмара Также здесь располагается резиденция ордена охотников на ведьм Служащих в воле Сигмара А точнее его церкви Альдорф суетливый город, населенный великим множеством людей Торговцев, ремесленников, военных, наемников и просто искателей удачи Он обнесен высокими стенами с множеством баяниц А подступы к нему всегда надежно охраняются Близость леса Драквальда Вынуждает жителей города жить внутри его мощных укреплений Столица империи является центром наук и искусства В городе смогли разместиться восемь великих колледжей Магия, наследие мудрого Теклиса и свисток по всему Старому Свету Также в городе расположен университет Альдорфа Наиболее уважаемое академическое учреждение империи Собравшее свои стены как инженеров изучающих баллистику Так и философов изучающих природу хаоса Город возвышается над местом Где соединяются потоки река Рейк и Талебек Он известен множеством мостов Построенных над этими водными артериями Многие из этих мостов были спроектированы колледжем инженеров Снужены шипящими паровыми машинами Чтобы сводить и разводить мосты Всеми возможными способами Что позволяет кораблям продолжать путешествие дальше вверх по Рейку После объявления независимости Мариенбурга Столицы империи стали создавать собственный боевой флот Способный как ходить по полноводным рекам Так и охранять побережье Вот такая вот интересная штукенция А нам остается что? Нам остается лишь одно Нам остается сделать следующий 108-й ход И посмотреть, что здесь произойдет Поехали Опять начинается ночь таинств Опять у меня сейчас половина городов красными будут Да? Давай, рассказывай мне сказку Красные, не красные О, во, а я же говорил Красные или половина городов Хреново Так, ладно Обнужение лазучика мы его грохнули Отлично А то что-то как-то поднадоело А, напал на меня Великое Княжество Рейкланд Вот эти самые беленькие ублюдки Которые подошли к Альдорфу Вот Они шиканули меня Мне пришлось отойти Зато потом подошел еще один вот такой небольшой отрядик Он взял в осаду Альдорфу Зато стоящий рядом с городом Отряд мятежников не в городе, а около города Да, ну в принципе, что я выеживаюсь Я, наверное, если не забуду прямо этот кусок Покажу исходы Где они там бились Ну, в общем Этот Рейкланд победил Хотя он неплохо так потрепал Этих выродков Сейчас с ними будем сражаться, наверное Так, а то, что мы наняли То, что мы построили Отремонтировали Ну, это у меня уже По барабану Просвещенная мы держава Богатейшая держава На втором месте мы идем После объединенного хаоса В основном население Вот на третьем Кто-то улучшен Ну и армия Четвертая Так, значит Где тут моя Ты кто? Флот Скавенов Ух ты же ее Слушай, а что у вас там за флот такой? Вестник Рока 68 У меня, по идее, дохрена и больше Но у вас, походу, лучше, да? И че, я теперь не могу выйти, что ли? Боже, там Какой это Некультурный бред Давай вот сюда куда-нибудь Подойдем Как тебя угораздило-то? Безговорочная победа Победили Хотя Баланс был не в нашу пользу А мы победили Так, Ген, иди сюда Вот Вот Возглавляем Эту армию Еще к ним идет кто-то Так Ну, примерно Один к одному Три к двум, да? Но можно вот так вот Отрезать На самом-то деле Или нельзя? Нельзя Слушайте Слушайте Этот товарищ Тоже Воин Ночь А ну, их тут Трое Трое Ублюдков Спешенные Рыцари Конные Рыцари 12-23 Да Зато у них Вообще Нет стрелков Я так понимаю Да Да Совсем Нету Ну Один отряд Рыцари Эти ребят Наверное Тоже Такие-нибудь Рыцари Да Тоже Рыцари У меня как раз Появились Конные Лучники Так что По идее Мы должны С ними Неплохо Позабавиться Еще Одни Отряд Рыцарей Ну Давайте Воевать Нам нужно Их Сперва Разбить У нас Нету Орудий Поэтому Нам В любом Случа Ждать Придется Один Оход Прежде Чем Мы сможем В этот Альдор Залезть Побежали Так Начинаем Мы Наши Приключения Противники Там Все С одного Края Поэтому Давай Я Понеслась Поюзаем Наших Лукарей Эти Отступают Хрен Мы с ними Я Хочу Добраться До Каких Нибудь Конников И Пощипать Их За Одно Место С Краюшка Сейчас Зайдем У нас По Коннице Тоже Все Неплохо У нас Есть Один Отряд Простой Легкой Коннице Есть Два Отряда Катафрактов Которые Мало Чем Уступят Этим Самым Рыцарем Все Вот Они Красавцы Ну конечно Юнит Очень Красивые Ну Вон там Кто-то Побежал Куда-то Пускай Бегут Шестнадцать Ну Неплохо Мы Прорежаем Очень Неплохо Мне Нравится Альбардисты Сагрились Пока Они Тут Плотничком Идут Красавцы Идите Идите Так Там Кто Там Шляется Расеретил Хранители Ну Давай Обойдем Тебя Ну Давай Вот Эту Отключим Какаху Маме Ну Третья Отряд Уже Успокоили Даже Нам Поболее Плюс У генерала Что-то Там Выбили Ну А Стрел Закончиться Можно Будет Уже И Вот Какой Из Вас Бьют По Альбардистам Сука Что за Тупой Дегенерат Что за Тупая Черепушка Там У вас Ну Ладно Бегать Не будем Он Стреляется Нам Только Хрень Включить И Побегли Смотреть Что Здесь Здесь Один Отряд Рыцарей Прибежал И Получает Звездюлина Это Он Правильно Получает Еще Летят На Нас Я Думаю Нам Нужно Самим Чардж Сходить И Объяснить Этим Тупым Ублюдкам Что Это Наш Наш Город И Они Не Смеют Выродки Не Смеют Эти Выродки Нападать На него Когда На него Нападаю Я Вот Сошлись Катафракты С рыцарями В Зарубе Так Вот Здесь Вот Мой Косяк Мой Недогляд Ну Ладно Стражи Гробниц Помогут Ничего Страшного Здесь Не так Чтоб Много Осталось От этих Бегающих Скорость Надо Уменьшить Ну Это Вам Ничего Не Светит Ребят Нет Тут Стоят Наши Скелетоны Вы Скелетон Хер Произвете Парни Даже Не Мечтаете Упс 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 Хорошо Заметил Вернуться Восстановить Боевый Порядок Скелетонов Твою мать Так Ты там Проорить Какой-нибудь Удушевляющую Хер Работу Так Наши Че там Отстрелялись Получается Да Ну А нам Атаковать Особо И никого На самом Деле А А А А Че Ну Вот Как Это Они Делают Ну Блять Ну Вы Дебилы Че Его Мангус Взяли Мне Отряд Закоцали Стрелков Выродки Тупые Даже По-другому Назвать Нем Тупые Выродки У них Даже Эта Хрень Стояла Держать Строй Сука Не Мы Дебилы Мы Черепушки Мы Мы Не Будем Это Умирать Наши Храмовая Стража Там Своими Опять Забыл Как Отмеч Называется Египетский Нормально Наш Луч Хер Че Только Вкус Вот Страдает Вот Этот Отряд Страдает Но Он Тупой Поэтому Страдает Он Каким Хером Вышел Ну Вышел Страдай Так Катафрак Ну Разберитесь С этими Выродками А то Они Что О Себе Много Слишком Думают Наши Еще Герои Сейчас Настреляют Дай Боже Так Прибыли Да Дегенераты Обосрались Так Вот Этот Отряд Наверное Можно Куда Нить Послать Хотя Там И так Он Второго Гена Грохнули Николай Де рота Вот Те рота Тичи Матичи Кто Здесь Страдает Вот Эти Парни Страдают Ну Идите Помогите С этими Рыцарями А то Че Те Рыцари Меня Это Беспокоит Немного Да И Вы Тоже Пац Обидите Там Каким Натиском Чарджиком Так Здесь Уже Все Хорошо Давай Отойдем Для Разгона Для Чарджа Для Будущего Да Че Стоите Нападать На Это Говно Вы Тоже На Это Говно Нападаете Вот Наша Даже Слабая Конница И Торы Царей Группы Молодцы Хвалю Сук Третьего Генерала Это Не Генерал Это Командир Всех Первых Трех Отрядов Ну Ну Ладно Так У меня Для Этого Есть Конница Не Надо Их Преследовать Вы Лучше Восстановите Сука Строй Еще Не Знаю Конница Сейчас Догонит И Съест Так Ну Ка Давайте Насладимся Чарджем Хер Там Не Будет Чардж Они Построились И Готовы Пойдем На них Пехотой Их Вообще В спину Лучники Расстреливают Наши Ну Еще У них Стрел Немножко Осталось Че Вы От Меня Уходите Шокированными Что Ли Хе 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 Вот Так От Нас Шокированными Уходят Еще Вон Какой Отрядик Бегает Внутри Лесов Этих Давай Иди К нам Не Сысь Я Тебя Не Больно Убью Вот Все А вот Убегающими Займутся Другие Парни Специально Для этого Обученные Идите Вон Туда Убивайте Где у меня Там Фрактор Тоже Идите Вон Туда Убивайте Так Здесь Закончили Вот Этим Занимаетесь Все Работаем Ну Давайте Немножко Погоняем На Шестерочке Ну Коль Мы Здесь Собрались С вами Да Все Еще Вот Это Догнать Ничто Жить И Сегодня Хорош А то Вообще Страх Потеряли Твари На Великих Воинов Ниехары Нападают Это Смотри Убежали Да Ваше Счастье Отлично Осталось Дело За малым Городом Взять Ну Там Вроде От Нас Один Это Убежал Ну И Сад Правильно Правильно Ну Единственное Конечно Мне Не Понравилось То Что Скелет Отряд Скелетов Лучников Затупил Я Специально Поставил Держать Дистанцию Да Они Нихрена Ее Не Держали К нему Отряд Рыцарь Подскакал И Раз Хрен Начал Он С ними Всегда Проблем А Говорит Берем Короче Эту Какаху В Осаду Что Они Там Десять Ходов Продержатся Ну Давайте Лестницы Нельзя Пару Таранов Пару Башен Давайте Даже Нет Это Слишком До Хрена Слишком До Хрена Давайте Вот так Два Таранов Башни Все Работаем Что Там В Городе Осталось У них Осталось Пол Стэка Все Остальное Им Вот Эти Рейк Ланд И Убили Что Нам Остается Нам Остается Только Одно Подсохраниться И Делать Следующий Ход Так Неплохо Нам Денежка Капает Правильно Ни на Что Уже Не Строю Не Трачу Взяли Нам В Осаду Талапхейм Блин Талабикланцы И Взяли В Осаду Но Надеюсь Что Нам Это Все Равно Засчитают Да И Здесь В Принципе Находится Наш Основной Стэк Правда Коцаный Весел Говно От Оборона Отобьемся Надеюсь И Ну И На Сам Деле Можно Даже Подкрепление Послать У Нем Здесь Есть Товарищи Которых Можно Перекинуть Куда Куда Нибудь Перекинуть Как То Так Ну И Собственно Что Пришел Какой То Очередной Товарищи В Надежде На Что То Плюс Тут Еще Синенькие Бегают Какой-то Гномяр Что Л С Золотым Кольцом В Ноздре Прикольно Как Кубок Кубок Весело Так Ну Что Автобоем Или Пойдем Посмотрим Руками Что За Город Что 20 К 9 Ну Две Пушки На Макушке Пару Залпов Максимум У них Вот Целый Отряд Алибарщиков Целый Отряд Мечников Все Остальное Коцанное Перекоцанное Еще Арбалетчиков Отряд Не Знаю Что У нас По Времени По Времени Вообще Как Есть Еще Минут 15 Можно Этому Делу Еще Хотелось Обзор Сделать Где Когда Мы Еще Альдорф Увидим Правильно Правильно Поэтому Наверное Поехали Сражаться В ручном Режиме Так А мы расставились И готовы Начать Полетели сюда Ооо Ребята У них Между прочим Башни Непростые А можно Сказать Золотые Они у них Орудийные Так Я надеюсь Мы успеем Дойти Какой кошмар Тут Нас Фигачит Только В путь Конится Давай Ниже Спустимся В нее Нахер И вы Растенитесь В смысле Широким Фронтом Главное Чтобы Нам Сейчас Башню Не Бускнули Вот В одну Попали Уже На 24% Так Лучники Работают Как могут Нам уже 5 на 4 Кстати 7 на 5 Лучники Работают Против Арболитчиков Хорошо Враг Кстати Отступают От Стен Это На мой Взгляд Их Ошибка Вот Здесь Еще Лучники Здесь Бесполезно Здесь Один раз По моему Попало Ядро Ядро Попало По башне И все 24% Нормально Хотя Не без Проблем 8 на 6 Все Башни По О Нам Таран Кстати Сломали Здесь Обалдеть Хреново Хреново Это Хреново Слушайте А я И второго Тарана Не вижу Неужели Нам Этот Сломали Твою Мать Вот Это Номер Вот Это Жопа Ну Жопа В первую Очередь Просто По времени Я имею Ввиду Потому Что Потребует Сейчас Очень Много Времени Прежде Чего Мы Сможем Все Войска Перебросить Через Башню Отлично Они Нам Башню Разрушили Вместе С Отрядом Да Да Ха Не просто у меня парня слов нет так а чё-чё-чего чего это такое черное на меня нападает какая-то глюка графическая так но наши здесь на стене легко убивают этих лучников сам это меня радует башня урона не получает я не знаю вам видно это херня нет да вам тоже это видно херню черную писец а чё случилось с тобой что такое ну твою мать идите там всех убиваете последний бой в моде в этом в игре и ты мне вот такую подставу делаешь чем не выходить что да ну это так снимать не нереально что боли ну здесь нормально каких-ли проблем нету городу по подплываешь начинает ну что это у меня аж это кондратья начинает меня бить идите убейте вот это говно так там кто-нибудь идет следующем отлично что у нас с лучниками лучники у нас все почти отстрелялись остался этот отряд идёт вот сюда шмаляк этих можно уже не вести вот эти ребята не пригодятся идти сюда вроде идут так эти тоже прутся сюда убиваете это орудие после чего можно попытаться наверно вернуть всю конницу сюда подойти к этим воротам их открыть и запустить конницу в бой как вам план но по-моему какая-то проблема то ли с башни вот с этой то ли еще как потому что в остальном городе тоже нормально так убили до сюда побежали парни так лучники по-моему все кроме одного отряда могут смело отходить так этот отряд убежал сюда тоже да господи послушаем танец феи и не и не ипит так это сайт на них нет шестерку не надо что там 31 на 44 вот издали более-менее у нас там на стене фигачатся с мечниками золотыми господи что ж тебе так так ну подходят наши к башне и сейчас наша конница возможно сможет войти и покарать супостатам постройка захвачено все летим когда не как никогда ли не летали шикарно идем на площадь пехтуры туда же идем все врываемся убиваем а вот этот кусок говна тем более отсюда али барчики уходят уже не уходят это хреново вон гена летит сука давай чат неплохо неплохо сразу проходи сразу проходи вот теперь в спинку пожалуйста пока они там не построили все отходи так вот сюда в спинку убили гену это отлично это отличная новость так вы отходите нехрен вам там строитесь для чаджа печаль все заключается в том что блин в этом моде надо всех убивать что мы тогда вот этих ребят здесь оставим там где-то должна пехоту пехота и тимая вон она почему-то стоит почему я выше не чая стоим так чай там построены нет не построены то есть можно вузкать и их просто истребляют кто там стоит вольная рот это хрень ну все их осталось меньше 40 но они таки начали это построение свое сделали у нас пошли потери 45 на хреново хреново опять я забыл про этот номер ага наши здесь твою мать молодцы они там всех вроде как почти убили давай сползать пошли вперед так что тут немножко осталось два десятка ерунда бьем просто бьем пехота наша сейчас со стен спустится тоже все будет хорошо но еще писец вам и люди шички мешки с мясом катафракты в бой так двумя отрядами катафрактов мы все и затащим мечники для нас не проблема наши даже потерь то особо не несут пушки это конечно опаснее но они уже убегают кстати сзади нас кто-то есть ох мать тут пушки пушки на макушке но вперед вперед сейчас наш ген там разберется сильно убогими так и там он еще кто-то есть лучше где у меня тут какой-нибудь отряд вот отряд есть иди убей вот этого вот этот кусок говна а то мы полгода будем ждать пока не там что-нибудь с этим сделаю лучника лучник может ты его убьешь но хороший город хорошая оборона хорошие орудия считайте нам все развалили кроме одной башни если бы они еще эту башню бы развалили собственно собственно все бы на этом закончилось так что как-то так 444 потеряли довольно солидно солидно так на естественно грабим то кстати награбить 56 тысяч нормально так ну и победу друзья чем я всех поздравляю жалко нет какой заставочки с другой стороны может даже хорошо что нет никакой заставочки потому что наверняка что-нибудь такое было бы за что меня потом youtube а то то бы сделал а так победа мы победили все скелетоны нашей державы радуются как-то так как-то так смотреть альдов даже после разграбления красненький ничего с этим не поделаешь да что тут значит величественные стены есть большой рынок большие конюшни смело смело же да смело эти бани большие бани большие бани большие казармы гвардии замок рейс-гвардии замок каких-то там карминовых рыцарей офицерская школа поля ставим дороги университет артиллерийский завод денег 100 тысяч дворец императора нельзя снести мастерская броника лагерь псов трактир кузница большое кладбище квартал гномов снести нельзя вот они орудийные башни хорошая штука вверх мастерская ювелира рыболовы имперское сержантское училище топку пристани и типография вот но как бы как бы вот тогда 40 процентов что-то мы лишь не помню снести вроде 50 было это не суть это не суть у нас всегда можно вернуть подкрепление да и в принципе мы мы закончили победили все условия мы выполнили условия были скажем прямо серьезными толопхейм альдорф нуль на дракенхофф все это нужно было захватить города в разных разных участков карты сильно разнесенные между собой когда наша держава ухожилась на 3-4 провинциях вот здесь суани мне на самом деле казалось что мы вообще этого никогда не сможем добиться и сделать потому что себя с трудом представлял как в таких условиях а тут сплошные хита гоблины орки крысы какой-то твари только нету наши бедные костяшки тут в трех провинции без каких-то нормальных агентов без нормальной экономики какие-то странными постройками половина из которых не работает другая половина просто не имеет описание без нормальной какой-то производственной базы там если бы у нас в этих городах захваченных у порубежного княжества типа зенроса мемфиса окендорфа бедоса не было бы нормального найма мы бы эту катку вообще бы не затащили вот потому что допустим в тех же самых замков замках которых мы и твердыни которые мы забирали у разных фракций в основном углом вообще производства какого-либо найма отсутствует хотя там уже практически все построено но это здесь не построено других построен все же построена найма нету то есть такие большие вопросы к этой фракции у меня были да и есть что просто ппц я так и не понял то ли фракция просто тупо не проработанную раньше муж не было в предыдущих частях недавно включили не проработали то ли еще что-то но в общем над этой фракции еще работать и работать и полировать шлифовать чтобы она стала более такой играбельный прямо скажем второй момент конечно же это я в самом начале игры говорил но ты в конце повторюсь тот кто придумал данные шрифты ему нужно выколоть глаза обязательно найти выплат глаза чтобы чтобы данный товарищ больше ни один мод не портил своими вот этими стрёмными делами которыми он делает надо жестоко но но вот это читать это тоже жестоко ну это лично мое конечно что еще добавить по игре по игре было весело веселые довольно войска скелетоны единственная печальная ситуация это игра скелетонами на таких пустынных картах дым других тоже на зеленых тоже картах потому что их общий фонах этих костяшек он сливается с почвы особенно если сверху смотреть на удаление это просто ппц там какие кучки пыли бегают непонятно честное слово нормально их видно только на заснеженных каких-то местах от бой у нас был до было прикольно на во всех остальных но как-то не очень так но время на самом деле уже до хрена давайте откроем карту шустро оглядимся что у нас тут на 109 ход происходит как раз получается у нас ровно 10 ходиков прошло с момента открытия последнего раза карта я не думаю что какие-то особые изменения сучи случатся произойдут на мой взгляд все как бы тут был так и осталось без изменений да то здесь он беленькие там красненькие тут он сенький со скавинами тут мятежный маренбург тут какой-то просто логово скавинов который при этом никуда не идут стрёмные люди вообще они не люди поэтому может быть они нам и кажется стрёмными почему это лапхеем взяли в осаду сволочи вы уже опоздали я победил я победил тут гномы тоже возбудились ух ты же мать парня мы по моему вовремя вообще они не к нам идут вот эти чемпионы хаоса они идут я так понимаю в империи до гномика мой откатим вот розовеньким что ли хера знает непонятно то что тут появилась вот такой десант на этих стеков это конечно прикольно сколько в девять штук девять полных стеков 9 стеков они как нож сквозь масло парадокс через вот фракцию могут даже выйти к вампир чекам во первом пир чеки они так узнает с одной стороны сильной с другой стороны и не очень то есть такой баланс они в желтенькими поддерживать и мне даже страшно кого-то из них было трогать потому что тронешь желтеньких тала вампиры будут наглеть тронешь вампиров желтые будут наглеть а так они меж собой каждый ход там уцкаются меняет пусто устраивает дам по крайней мере устраивала да тут он вампиры тоже кстати ходят не какие тут тоже появляются стеки это не вампиры это имперская имперская фракция очередная тут побережье все и так понятно кисля все чувствует но не то что прямо хорошо но пока он еще жив пока еще жив я так предполагаю что ненадолго тут гоблины резвятся скавин резвятся на сверху севера подходят первые стеки хау хауситов этих ребят тут еще в принципе много это зверолюдия смысле скавина и ну короче тут много народа очень много народа хух юфт а а а а а вот это номер от это прикольно да приколишечка приколюшечка папа нормально начнет посчитаем давайте посчитаем раз 234 5 6 7 8 9 10 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 48 а 48 49 но я думаю где-нибудь сериал вот собственный 50 стеков друзья хауси то вот такие ребята тут конечно кино кино здесь читание развернулись некая часть хотя по карте и не видно для чего они разворачиваются может где-то их кто-то осаждает да нет нет но здесь вот какие-то мятежники степ и все не знаю что они разворачиваются ну короче здесь и весело тут очень весело прямо об обхохочешься другому не скажешь и норске практически сдохли а дручев вроде как но есть но такое ну конечно 50 стеков это это сила тут вопрос другой что как они будут ходить на сколько они будут сильно тормозить потому что видел я не единожды когда подобная группа начинала тупить просто не балуйся и топталась на месте ходами вот это делано нужно обязательно зафоткать скриншотить и всем показывать кто боится монголов 50 стеков и и по на мать 50 стеков плюс еще мы помним что здесь 9 идет до до 9 если нигде никто не сдвоился но вроде нет весело весело но в принципе если вам любопытно я могу делать какие-то менее мини серии с меня обзорчиком там котиков 10 каждые то есть просто тупо посмотреть что эти хауситы будут делать как как против них будут бороться им перцы я расширяться дальше не буду закреплюсь на скажем так на занятых рубежах и буду стоять насмерть может даже альдорф потеряю не знаю посмотрим вот то есть если вам любопытно пишите атака ну сама компания мне понравилось любопытно поиграть в этот мод вархаммера потому что когда-то очень давно в 1 и 5 я играл мне даже не в 1 5 в 1 4 вроде бы и тогда мне сильно по шапке нахлобучили я играл за сельванию за вампирчиков меня там прям вот бац бац к бац к и через мясорубку пропустили объявили поход сигмара все войска переработали замок отхватили оттуда навалились отсюда я такой ел панамасе что-то жестко что-то жестко но здесь видите на запись неплохо получилось это не хары я даже не ожидал были у меня сомнения вообще думал как то что то здесь вот остановимся на месте пробежного княжества и дальше хрен мы куда прорвемся потому что одни сплошные проблемы с деньгами были проблемы тогда и с войсками и снизу в невозможностью как-то много чего нанять много чего и содержать и противников появилась куча но конечно нам сильно помогло на начальном этапе войны когда мы с рубежниками рубили что на нас не напали гоблины и орки хотя с орками мы постоянно соседствовали это не последние ходу в 10-15 нам потеряли тот стоянку гоблин до этого здесь орки были и так эти орки на меня и не напали хотя я честно говоря ожидал не каждый ход ну и гоблин тоже конечно напали но уже когда я к озеру как вышел только тогда ночью а так они тоже серьезно мне помогли в общем была интересная компашка надеюсь когда-нибудь мы еще сыграем за вархаммером ну а пока на этом все друзья до новых встреч в новых прохождениях не забывайте ставить лайкос и писать комментос ну и конечно же подписываться на канал всем хорошего пока пока